Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Автовладельцы выяснял Рамиль Шайдолин. Снежным пленом. Умирать нам здесь, умирать. Сюда добраться очень тяжело. Как жители деревни Берляш выбираются из снежного капкана Анна Городнова. Верховный суд признал, что в республике Татарстад в течение трех лет занижали стоимость ОСАГО. Раз у них вожжу в руках, они куда надо, туда и всю эту телегу поворачивают. Возместят ли убытки автовладельцам, узнавал Сергей Хайдаров. За парковку на зеленой зоне снова грозит штраф. Давно пара? Конечно. Ну вот, не знаю, моя мама не водитель, я вот водитель, нам неудобно. Когда начнут действовать новые правила и кого они не коснутся, Лене Зинатулину. Владимир Путин наградил татарстанскую лыжницу за медали на Паралимпиаде. Спортсменка Марта Зайнулина получила орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Торжественная церемония вручения госнаград прошла в Кремле. Российские спортсмены заняли второе место в общей командном зачете и завоевали 24 медали. Они выступали на играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов и под паралимпийским флагом. Уроженка Нижнекамска Марта Зайнулина завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 километров и две бронзы. Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальные символики. Вы собрались, взяли все, что хотели, все, что смогли, причем брали нечислом и умением. Все мы рукоплескали и вашей стойкости, и вашему мастерству. У нас это брали национальный гимн и флаг, но мы смогли принести их в наших сердцах. Нашими победами, нашим выступлением мы очередной раз продемонстрировали, что мы сильная держава. Спасибо. В снежном плену оказались жители деревни Берляш Апастовского района. Там так и нет асфальтированной дороги, а после снегопадов пришлось звонить в службу спасения. Люди не могли выехать за продуктами и лекарствами. Сегодня на место выехала Анна Городнова. Смогла ли она добраться? Об этом далее. 86-летний Ибрагим Зантимиров передвигается по деревне на лыжах. Ходить по сугробам здоровье не позволяет. Деревня в снежном плену. Болел месяц. Не врачи, не дорога. Ну кого? Врачу позвони, дорога нет. Только танок может заехать. Не заехать, не выехать. Про свой отчий дом жительница Казани Рита Фахриева забывает на всю зиму. Как только снег, мы все. Тут умирают. Люди даже были такие, что у нас дом сгорел, и человек вместе с ним сгорел с домом, потому что пожарные не могли зайти. Еще лет 40 назад в этой деревне Берляшке пела жизнь. Был свой сельский клуб, школа, магазины, но деревня постепенно вымирает. За продуктами и лекарствами теперь приходится ходить в соседнее село за 5 километров. Маленький Арсений вместе с мамой присматривают за больным дедом. Он не ходячий. На выходных медикаменты закончились, а выехать за ними Светлана не смогла. Сельсовет на звонки не реагировал. Вчера в 12 часов дня я позвонила в МЧС 112, когда уже я не знала, что мне просто делать, кому мне обратиться. Три дня подряд я поспрашивала дорогу. На мои звонки мне не отреагировали, выключали телефоны. После этого я в МЧС позвонила. Сегодня ночью, видимо узнав, что сюда едет телевидение, дорогу расчистили. Проложили через поле в одну полосу. Если кто-то поедет навстречу, машины не разъедутся. Жители надеются, лишь бы снова не замело. Сейчас в деревне проживают 7 человек. Почти все пенсионеры на выборы президента к ним добирались на снегоходе. Зима в деревню, похоже, пришла неожиданно. Открытие дороги. Получилось, как будто снег на голову отпадал. Техника была, но малосильная. Трактор Беларусь, он не смог очистить. И вот сейчас позвали с другого монитор. Он поднимает и сам выгружает. Таким образом очистили. Как рассказал глава поселения, асфальтированной дороги или даже щебеночной в ближайших планах нет. И когда растает снег, грунтовую дорогу в очередной раз размоют. И деревня Берляш превратится в одно большое болото. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Опастовский район. В Казани тоже избавляются от сугробов, но только на крышах. И уже альпинисты бьют тревогу. Чем сильнее солнце, тем больше льда свисает с карнизов. И очищая крыши от снега, приходится долго думать, куда все это приземлится. Ведь все дворы полны машин. Уже есть первые разбитые. Кто в Казани из-за схода снега уже попал на дорогостоящий ремонт? Полные лопаты снега и льда. Сегодня эта бригада вычищает уже вторую крышу от завалов. Работа не из легких. Снег еще можно просто скинуть. Но вот лед только долбить. Вот снизу, где вода, где снег накапливается, вот там мы долбим. Где сосульки намерзают. Упадить такое на человека не миновать трагедии. Поэтому всех предупреждают заранее. Работы на крыше. Двор должен быть пустым. Только не до всех получается докричаться. И на произвол судьбы остаются машины. Возможно, человек в отъезде. И, к сожалению, мы вынуждены данный участок оставить на данный момент пока прежним. Только дворы сегодня должны быть как и до снегопада. На этом настаивают власти города. С начала декабря из-за срыва сроков по очистке крыш в Казани привлекали к ответственности больше 130 раз. А с потеплением и вовсе придется работать на опережение. Очистка крыш, вывоз снега. Поэтому расслабляться нам точно не придется. Предупреждения не рождаются на пустом месте. Как бы пусто сейчас этот двор не выглядел. Ведь минимум, чем может поплатиться водитель за свое безразличие, оставив машину здесь, когда с крыш чищают снег, это косметическим ремонтом. Или как вот в этом случае на Обжалилово, уже капитальным. Беды обрушились, как снег на голову, и глыбы льда с козырька дома буквально прошила Тойоту. Вероятно, этого бы не случилось, если бы крышу почистили вовремя. Или если хозяин авто не парковался там, где не положено. Здесь снег не формируется. Здесь, видите, теплотрасса. Снег автоматически тает. Местные жители просто в наглую ставят машины. Хотя здесь, как видите, постоянно табличка веществу. Возможен сход снега. Предупреждены, но не вооружены. Пока Тойота ждет капремонта, местные жители ищут новые маршруты, чтобы уже им не оказаться под снегом. По данным госреестров, эта высотка не закреплена ни за одной управляющей компанией. Поэтому будут ли здесь чистить крышу или подождут, когда само растает, решают ее владельцы. А их пока никто найти не может. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Обсчитывали на протяжении нескольких лет. Верховный суд признал, что в Татарстане страховщики занижали выплаты ОСАГО. Уже известно, компенсацию не доплатили 70% автолюбителей. Смогут ли они получить эти деньги и какие изменения ждут автострахования? Сергей Хайдаров. Гололед поворачивал направо, донесло. Еще вчера автомобиль Владимира Камзова был цел и невредим. Одно неловкое движение, и вот он уже приехал на оценку в страховую компанию. Повреждение видно невооруженным глазом. На 30 тысяч. А почему что? Посчитали. Ну, покраска крыла, капота, бампера. Замена бампера, замена крыла. Это ремонт. А вот страховщики оценивают повреждения не на глаз, а руководствуясь специальным справочником. В нем черным по белому и написано, сколько и за что заплатят пострадавшим. И если раньше недовольные оценки автовладельцев обращались к независимым экспертам, то с 2014 года и их обязали руководствоваться тем же справочником. Справочник РСА, он создавался не оценщиками, он создавался представителями страховых компаний. Соответственно, раз у них вожжи в руках, они куда надо, туда и всю эту телегу поворачивают. Как раз к этому справочнику и возникли претензии у антимонопольной службы республики. Его содержание, по мнению специалистов, сильно бьет по карманам автовладельцев. С иском антимонопольщики обратились в Верховный суд. Проверки показали, что при его составлении были упущены серьезные детали. Должны были запрошены быть минимум 50 фирм в каждом регионе, по чем продают какую-то деталь. Иставляется средняя цена. Запрашивалось, условно говоря, 2-3 фирмы. Запрашивалось. Да еще не по всем городам, а, например, в каких-то маленьких городах. В ходе своей проверки антимонопольная служба решила сравнить цены, предлагаемые Союзом автостраховщиков и официальными дилерами. Как результат, в 70% случаев автовладельцы не досчитывались своих средств. А если сравнивать с ценами интернет-магазинов, то там и вовсе суммы разнятся до 40%. Пустя три года судебных разбирательств, Фемида все же встала на сторону антимонопольщиков. Верховный суд выдвинул ряд требований к Российскому Союзу автостраховщиков. Актуализировать в течение трех месяцев справочники в соответствии с утвержденной методикой и в соответствии с теми требованиями, которые туда заложены. Кроме того, автовладельцы, недовольные оценкой у страховщиков, смогут обратиться в суд. А антимонопольная служба в республике каждому из них окажет свою юридическую поддержку. Сергей Хайдаров, Адар Сентальцев, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Российских автомобилистов обязали возить с собой светоотражающие жилеты. Спецодежду необходимо надевать на дороге или обочине вне населенного пункта ночью или в условиях плохой видимости. Поправки уже внесены в правила дорожного движения. За отсутствие жилета штраф не предусмотрен. Требование введено исключительно для безопасности самих водителей. За зеленые зоны, зеленые купюры с этого дня муниципалитеты получили право штрафовать за парковку на газонах. Поправки в республиканское законодательство подписал Рустам Яниханов. Когда, кому и на сколько придется раскошелиться Алина Зинатулина. Весеннее солнце, пение птиц, березки и огромный уаз с прицепом. Вот так уголки природы во дворах превращаются в импровизированные парковки. А вот здесь пока непонятно. Оставили машины на асфальте или на траве, поэтому и штрафы вступят в силу, лишь когда растает снег. До 3,5 тысяч рублей придется заплатить в случае нарушения простым татарстанцам. До 20 тысяч должностным лицам, до 100 юридическим. А поскольку собирать штрафы теперь прерогативом местных властей, эти деньги пойдут в муниципальный бюджет. Я посмотрел на свободное место, засыпанное гравием, и решил поставить свой автомобиль, так как посчитал, что это не зеленая зона. Казанский водитель Дмитрий Крупенников хорошо помнит свой опыт получения штрафа. Пару лет назад санкции за неправильную парковку были массовыми. В начале прошлого года их признали незаконными. А теперь вновь возвращают. Но машина сейчас у каждого второго, а парковочные места у дома далеко не всегда прилагаются к жилью. Благоустроенно асфальтирована только небольшая часть двора. Остальные как-то умудряются ставить машины. Приходится просто. Остальным жителям приходится пробираться через заставленный машинами двор, так что многие штрафы поддержали. Очень хорошо. Давно пора, конечно. Ну вот, не знаю, моя мама не водитель, я вот водитель, нам неудобно. Мне троих детей нужно высаживать, да, а у парковки около дома, например, у нас нет. Поставят посередке, во-первых, возле подъезда. У меня, например, муж вот на костыле, ему обходить очень неудобно. А кто будет следить за тем, что они же на зеленой зоне? Следить муниципалитетам в Казани, например, нарушителями займется административно-техническая инспекция. Уточняется, что штрафовать не будут машины скорой, пожарных, чрезвычайных и аварийных служб. Федерации автовладельцев позицию властей поняли и в целом поддержали. Но нужны четкие правила игры и точное обозначение территории, где парковаться нельзя. Огородите вы их, в конце концов, вообще заборчиками, обозначите, что вот здесь нельзя, как раньше в советские времена, помните таблички, по газонам не ходить. Ну как неопределенно, есть постановление комитета по строительству жильщикам, там написано, что такое хозяйственная площадка, сушка белья, чистка одежды, ковров. Конечно, это надо будет определить. Не обязательно огромным забором, его можно зеленым забором из кустарников сделать. В федеральном законодательстве наказаний за парковку на зеленой зоне нет, в республиканском прописаны. И кому беречь уголки природы и благоустроенной площадки, как не местным властям. 20 февраля новые нормы принял госсовет, а сегодня поправки подписал Рустам Маниханов. Леонид Анатольевна, Ренат Сафин, ДНВ, Казань. Положительный пример с обустройством парковочных мест в 74-м доме по проспекту Ямашево. Нюансы такой дворовой перепланировки журналистам сегодня рассказали специалисты общественного контроля в сфере ЖКХ. Динара Камалова узнала, какие еще проблемы волнуют татарстанцев. Вот это наша стоянка, которую мы организовали в прошлом году. Всего на этой парковке 31 место. Двору сгрузили от машин значительно, говорит Иван Барышев. Задумался над изменениями во дворе председатель дома год назад. Как раз проходила реставрация вот этой дороги, межквартального проезда. Мы с ними заключили договор, оплачили, и они нам вот сделали здесь стоянку. Соседние дома рады бы перенять такой опыт, но не могут. Для таких удобств нужна хорошая площадь придомовой территории, говорят специалисты. Парковка возле дома стала самой популярной идеей по улучшению двора, но далеко не первой. Впервые изменения в этом доме произошли три года назад. Именно тогда вдоль тротуара установили вот такие ограждения. Теперь у подъезда ни одной машины. Ну а жители чувствуют себя куда увереннее и безопаснее. Но есть вопросы по актуальнее парковок. Плата за тепло, вот что волновало татарстанцев этой зимой. Сотни обращений и жалоб. Проще решить, когда есть старшие по дому. Сейчас активисты работают на безвозмездной основе. Специалисты предлагают, если их поощрять материально, порядка будет больше. Председателям ТСЖ сегодня нужно помогать. Так как пока нет законодательного, чтобы лицензировать именно председателя ТСЖ как специалиста. Если активистов набрать можно, то с квалифицированными кадрами. Проблема стоит остро в ЖКХ. Не хватает слесарей, электриков, дворников. Говорят, не хватает. Молопат. Но мне помогает муж и сын. А одной тут я не знаю, не спрашиваю. Меньше чем через месяц эффективность работы жилищно-коммунальной отрасли обсудят на межрегиональном совещании по Приволжскому округу. Динара Камалова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Брить или не брить? Вот в чем вопрос. Можно бриться самому другим. Останутся ли усы Гурудинина на своем месте? Узнал Дмитрий Иринин. Снова будет ходить. Предрекали отрезать до колен ноги. О прорывных возможностях сосудистой хирургии расскажет Алина Бережная. В Татарстане утвердили итоги президентских выборов. Сводный протокол с результатами сегодня подписали члены Центра избиркома республики. Любопытным послевыборным эхом у некоторых проигравших кандидатов сегодня отозвались договоренности и пари. Лишится ли Гурудинину своих усов Дмитрий Аренин? Если вы набираете больше 15, я брей с налоса. А если вы набираете меньше 15, вы сбреваете усы. Тогда да, я готов играть. Договорились. Такой пари накануне выборов заключил кандидат в президенты Павел Гурудинин. Как стали известны результаты, что Гурудинин до 15% не дотянул, Дудь выложил в сети фотографию бритвы, намекая, что пора бы отдавать должок. Но экс-кандидат полез в карман не за бритвой, а за словом. Если вы на камеру скажете, что он считает эти выборы честными, и абсолютно честными, то я сразу при нем побреюсь. На защиту своего кандидата и его усов стали его татарстанские сторонники. Где наши представители были на участках, по каждому этому участку можно бриться самому Дудю. На это Дудь придумал оригинальное решение. Он выложил в интернете игру, где предлагает всем желающим побрить либо самого Дудя, либо Гурудинина. Чтобы никому не было обидно, мы решили побрить обоих. Ну вот так вот выглядит Дудь без своей шевелюры. А теперь черед Гурудинина. Гурудинин бреется хуже. Как-то вот так он выглядел бы без своих усов. К слову, проигравшие в свое время спор Дмитрий Песков, Гус Хидинг и Олег Морозов со своими усами на время попрощались. С договоренностями разбираются и в республиканском штабе Ксении Собчак. В соцсети просочились жалобы их членов УИК. Возмущаются, что за наблюдение обычно платят, а им не заплатили. Руководство штаба уверяет, так не договаривались. Все расходы на избирательную кампанию должны оплачиваться с избирательного фонда кандидата. Между кандидатом и этими людьми не был заключен договор на осуществление какой-то платной деятельности. Возможно, это какая-то провокация со стороны людей, которые пришли в мой штаб и просили дать им направление, но по факту, видимо, преследовали иные цели. Документальную точку выборов в Татарстане сегодня поставили в республиканском центре избиркоми. Здесь члены комиссии подписали окончательный протокол с результатами. Напомню, что выборы прошли на высоком организационном уровне. Видели многие наблюдатели и сами избиратели. Достаточно активно люди шли на избирательные участки и отдавали свой голос. На все обращения, которые поступали, на всех на них были даны соответствующие аргументированные ответы. И то, что пытались, допустим, изложить какие-то недостатки, они, конечно же, в большинстве случаев в основном не подтверждались. Итоги выборов воплотятся в жизнь, когда избранный президент вступит в свои полномочия. Инаугурация Владимира Путина намечена на 7 мая. Дмитрий Айринин, Алмаз Зеединов, Андр Сентальцев, ТНВ, Казань. Цепь вросла в шею с собаки. В Елабуге хозяин дворняги надел цепь на щенка и то ли забыл, то ли не захотел ослабить, когда животное выросло. Спустя два года пес сорвал ошейник буквально с мясом и сбежал. Источенную собаку нашли волонтеры. Сейчас полицейские принимают решение о возбуждении уголовного дела. Слават Мухаммадуллин с подробностями. Собаку хозяева назвали демоном. Видимо, в честь себя. Такая злость к бывшему хозяину этой дворняги у директора приюта неспроста. На щенка надели цепь. Демон рос, а цепь не снимали два года. Так она и вросла в шею животного. Вросла ему в мясо, то есть она гнила внутри его шеи. Так демон и сорвался с цепи. Причем выдирать ее псу пришлось вместе с мясом. Увидев на улице раненую собаку, соседка хозяина позвонила волонтерам. Уже в приюте животному сделали операцию и поставили капельницу. Я спрашиваю, почему они это делали? Они говорят, ну вот вросла цепь, а почему не вытаскивали? Ну денег нет. Нет денег, поэтому к ветеринару не ходили. Ну странно как бы. Это же не один день происходило в расстании цепи. Это годами происходило, в течение двух лет. То ли никого не было дома, то ли отсутствовало желание. Но перед нами калитка хозяев не открылась. Зато открылся мир добрых людей. Теперь перед уже Димоном так переименовали собаку в приюте. Приют создался в 2013 году. И за это время как бы через приют прошло более 5000 животных. И каждая собака у нас уехала в новый дом. На новый дом надеется и Димон. А вот его бывшему хозяину теперь грозит уголовная ответственность. Сейчас идет предварительное расследование. Слават Мухаммадуллин, Ишат Айопов, Альберт Шифигулин, ТНВ, Елабуга. Спасли, когда другие опускали руки. Татарстанские врачи провели очередную уникальную операцию. Жительница Оренбурга, медики и РКБ спасли стопу. 29 лет она болеет сахарным диабетом. Болезнь пересадила ее в инвалидное кресло. Шанс встать на ноги подарили врачу республики. С пациенткой встретилась Алина Бережная. Мои ножки похудели, конечно. 29 лет назад врачи поставили ей диагноз сахарный диабет. Болезнь прогрессировала, закупорились сосуды, началась гангрена стопы. Ходить Фейма Каримова из Оренбургской области перестала 6 лет назад. Пересела на инвалидную коляску. Местные врачи опускали руки, говорили, спасти жизнь может только ампутация. Но 6 марта женщину приняли в РКБ. Ноги все время ледяные, а вот сразу же после операции ножка стала теплая. Одна левая нога, ой, вернее, правая. И не мерзнет, и значит будет циркуляция крови. Анестезия, два надреза и имплантант. Аналог артерии в области закупоренного участка. Своевременное шунтирование сохраняет до 95% конечностей при таком диагнозе. А при правильной реабилитации есть большая вероятность снова встать на ноги. Такие операции в Татарстане проводят уже 10 лет. В год в РКБ шунтирование делают до 400 пациентам. Сегодня опыт республиканских врачей принимают другие регионы. Это и другие операции на сосудах описано в книге. Учебное пособие выпущено буквально 2 недели назад. В нее включены основные наработки татарстанских врачей. Здесь с простым лаконичным языком описаны основные принципы диагностики и лечения сосудистых заболеваний. Во всем мире это называют эпидемией сахарного диабета. То есть количество сахарного диабета растет в геометрической прогрессии. В благополучной медицине Соединенных Штатов в год в Соединенных Штатах выполняется 150 тысяч ампутаций. По поводу диабетической стопы, по поводу атеросклеротической гангрены. Это проблема, которая во всем мире звучит. И только вовремя проведенная диагностика сохраняет жизнь тысячам людей. Медики рекомендуют для профилактики проверять уровень сахара в крови не реже одного раза в год. Ведь по прогнозу к 2030 году в мире с сахарным диабетом будут болеть 640 миллионов людей. Алина Бережная, Алмазия, Динов, ТНВ, Казань. Мы к вам приехали на час. Попросим вас платить за газ. В Нижнекамске газовики обратились к должникам креативно в стихах. Рамиль Шайдулин о том, насколько убедительна сила искусства. Что там за объявление? Каждому долгу по рифме, а каждой строчке из платежки – строчка из стиха. К середине марта Нижнекамске задолжали газовикам 5 миллионов рублей. Это при том, что в среднем абонент платит по 65 рублей в месяц за отопление и 290 в год за техобслуживание. Но даже смешные цены должников не убеждают. Газовики надеются – убедят смешные стишки. Посредством этих объявлений на яркой бумаге, с юмором в тексте, хотелось бы достучаться до сердец и умов наших абонентов. Смешно и до боли знакомо. На разноцветных бумажках строчки на мотив песни из бременских музыкантов. Так, требуя оплатить долги, неплательщикам предлагают включиться в игру и пропеть написанное. Заплати свои долги и вари, и спокойненько живи. Однако, захочет ли распеваться тот, у кого и без того? Романцы, поют финансы, мнения разделились. Пока не начался сезон в вашем благороде, не позабудьте провести ТО для газового битвы. Глуповато, что-то не знаю, как сказать. А вам как? Нормально. Лучше вот этот, конечно, прикол. Первыми бумажки со стихами появились в доме на химиков. Скоро и на всех подъездах города. Об этом говорят сами авторы службы внутридомового газового оборудования. Шутка, считают газовики, воспринимается куда лучше грозного предупреждения. А юмор куда лучше штрафа. Рамиль Шайдури, Наталья Лушникова, Рафаэль Ракибов, ТНВ, Нижнекамск. А вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». А сейчас спорт и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. Мечте ближе, цены ниже. Новые дома, стартовые цены. ЖК «Южный парк». 526-55-55. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Спеши! В марте бери датсун от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони 4 пятерки, 3 семерки. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта. Открытие Казанского цирка. Нажигательный цирковой программой «Фиеста». Ликвидация склада. Автомобили УАЗ-Профи от 650 тысяч рублей. УАЗ-Авто. Ты видела, какой Ленков фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка. Альтопрофи. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Наиль Хабибулович Юсупов возглавил ПО «Органический синтез» после реорганизации 1987 года. В тяжелые годы перестройки опытный руководитель Юсупов не только сохранил «Казань Оргсинтез» на плаву, но и внедрил новые методы производства продукции. «Казань Оргсинтез» – сила традиций. 24 марта в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей агрономического факультета. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Родина встречает своих героев. В малайзийском Куала-Лумпуре завершился розыгрыш медали Чемпионата мира среди студентов по стендовой и пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие более 360 студентов из 24 стран мира. Татарстанская делегация сегодня прилетела домой. Среди встречающих была и наша съемочная группа. Уставшие, но довольные спортсмены вернулись из Малайзии с трофеями. Екатерина Суботина выиграла бронзу в личных соревнованиях и серебро в командном трапе вместе со Светланой Крашенинниковой. Наша команда хорошо выступила, особенно татарстанские стрелки. Все, кто приехал из Татарстана, мы все попали в финал. Несмотря на то, что, конечно, были очень тяжелые условия, что мы туда очень долго летели, и там очень большая разница во времени, приходилось как ночью стрелять фактически. На удивление, приехало очень много сильных спортсменов. Результаты мы сравнивали с ребятами где-то на уровне Кубка мира, но вот в одной из дисциплин это 100%. Дважды отдали долг своей родине по завершению соревнований. Все члены сборной России по стендовой и пулевой стрельбе тренили спортсмены, приняли участие в выборах президента страны. Эта идея родилась спонтанно у всех сразу и вызвала общее одобрение. Мы сразу же связались с посольством России в Республике Малайзии, которые нам оказали огромную поддержку. Всего на чемпионате российские стрелки завоевали 12 медалей, и основные титулы были завоеваны в пулевой стрельбе. Алмаз Гафиатов, Марат Сайдбираев, ТНВ, Казань. Пока хоккеисты Акбарса ведут борьбу с металлургом, альметьевский нефтяник успешно преодолел 1-4 стадию турнира. Команда, представляющая татарстанский хоккей в высшей лиге российского чемпионата, обыграла «Сокол». Для красноярцев выход в четверть финал событий историческое. Впервые соперники смогли преодолеть первый раунд плей-офф. И даже после двух поражений в Альметьевске красноярские любители хоккея не теряли оптимизма. Но дубль в исполнении Ленара Мансурова приносит победу нефтянику. Татарстанцы вышли в полуфинал Кубка Петрова и пока остаются единственной командой, не знающей поражений в плей-офф. Мы, не знаю, работаем просто, командные действия, партнеру помогают очень. Без партнера бы, я думаю, не было такого. Так, все, рабочий процесс идет. Серия закончилась, хочу поблагодарить команду «Сокол» за эту серию. Она была упорная. 4-0, я думаю, не отражает. Отход, накал борьбы, да. Два овертайма, два матча в одну шайбу. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево, переменная облачность и около 4 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Ниждекамске, Набережных Челнах, Елабуге временами пройдет небольшой снег и до 6 мороза. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске, облачная погода с прояснениями, местами со снегом и минус 5. На северо-западе, Варске, Вкупмаре, Балтасе синоптики обещают снег и 6 градусов ниже нуля. На юго-западе республики, в Болгаре, Буинске и Држаном переменная облачность, столбики термометров покажут 6 градусов ниже нуля. В центральных районах 21 марта местами пройдет небольшой снег и около 5 градусов со знаком минус. В последующие дни осадки не ожидается, станет значительно теплее. Но весной погода обманчива, не спешите раздеваться. В Казани переменная облачность, днем возможен небольшой снег. Температура воздуха 5-7 градусов ниже нуля. Ветер восточный слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%. Магнитное поле земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лила Латыпова. Увидимся на ТНВ.